Я чувствую тебя, дорогой мой друг, многолетний, как говорится, боевой товарищ, хотя я не военный человек, но мы много ездили с тобой и выводили людей после острого стресса и строков, после этого всего, да, и готовили военных специалистов, а ты военный психолог, поэтому давай, критикуй мою идею. Я не хочу критиковать, потому что эта идея хорошая и здравая, я так думаю, что и без нас с тобой найдется достаточное количество людей, которые могут критически, а не высказаться, просто о ней надо поговорить, естественно, что у каждого из нас есть свои мысли и свои представления по этому поводу, Поэтому здесь такой разговор на эту тему очень нужен, он сейчас очень важен, потому что мы сейчас все больше и больше существуем в ситуации достаточно прагматичных отношений к миру, достаточно таких утилитарных отношений. Нам хочется, при всем при том, что нас заперли по нашим ячейкам квартирам и нам хочется выжить в этой ситуации, нам хочется хорошо есть, не потерять работу, нам хочется оставить свою систему существования, свой социум, но этого не происходит. Мы понимаем, что эти вещи сейчас очень сильно трансформируются и очень сильно влияют на психологию людей, на их восприятие, на восприятие мира ими очень серьезно. И здесь много сложностей, потому что в системе этого восприятия мира они, с одной стороны, хотят сохранить систему своего существования, в том числе и физического существования. Они это кто? Ты имеешь в виду это? Люди, простые люди, которые, ну как мы с тобой существуем в тех условиях, в которых существуют все в нашей стране. И помимо того, что они хотят вот эти вот жизненные свои основные функции, свои устои сохранить, чтобы можно было продолжать жизнь и как-то развивать ее, а с другой стороны, они хотят, естественно, сохранить и свои идеалистические и философские воззрения, которые у них были раньше. Но с этим сложнее сейчас, потому что все это подвергается жизненной критике, это все серьезно подвергается системе воздействия на людей, манипуляции человеческим сознанием. И мы с тобой живем в век и прямо непосредственно сейчас в ситуации, когда это воздействие носит такой активный и очень такой всепоглощающий характер. Вот, поэтому человеку становится трудно, и человеку сейчас трудно жить даже и выстраивать свое отношение к миру, потому что оно меняется. Ему хочется сохранить свое правильное человеческое отношение к миру, но это очень трудно, сейчас это очень трудно. И ты понимаешь, мы теряем свое лицо в этой ситуации, индивидуальное лицо, потому что человек теряет возможность коммуникации, человек теряет возможность самоутверждения. Это естественные функции биологии человека. Ты как доктор это знаешь очень хорошо. Вот, что это не только какие-то философские вещи, это вещи, которые лежат в основе существования человеческого организма, без которого он существовать просто не может. Аляша, изведи меня, пожалуйста. Я раньше думал, что я говорю только теории. Я раньше думал, и почему мою национальную, эту ключевую идею, которая, где Россия может согласовать ментальность, культуру Запада и Востока с помощью международного форума, такого большого решения глобальных проблем человека и человечества, Почему ее не воспринимают? Я думал, что я говорю непонятно. Я думал, я говорю слишком оторвано от человека. Я думал, я говорю, что слишком теоретически. Вот я теперь сейчас тебя слушаю, и у меня такое ощущение, что ты все правильно говоришь. Ну, теоретически. Ну, теоретически, да. Вот сейчас мне очень важно понять. Ну, скажи, вот дай мне, как говорится, по шее, как следует, найди там в этой идее, которая может стать ключевой идеей для объединения ментальности, культур Запада и Востока, чтобы Россия слезла с нефтяной иглы, чтобы она заинтересовала всех и каждого. Найди там неправильное место. Ну, дай, конечно, по нему кулаком. Ну, дай, вот я хочу. Тут, ты понимаешь, не буду я... Большой полковник, ты теоретик большой, я хочу именно, чтобы ты такой мощный психолог, военный, ну, который всю жизнь этим занимается, вот чтобы ты врезал как следует. Понимаешь, вот это ты для меня авторитет в данном случае. Ну, это, ты пойми, это врезание не по тебе, это вопрос, еще раз повторяю, это вопрос, который лежит в ситуации восприятия людей, а не в том, что ты что-то неправильно сделал в рамках твоей теории. Теория-то правильная, и вопросы связи между Востоком и Западом, вопрос задачи, которая лежит вот между людьми и между народами, которые формируются в межцивилизационном пространстве, о котором говоришь, это очень важные вещи. Но сейчас, сейчас, в данный конкретный момент, вот мы с тобой говорим о том, научно, ненаучно это все. Это и научно, и ненаучно, потому что у людей другие проблемы. Людей интересуют вещи, которые не связаны с Западом и Востоком, которые не связаны с культурными факторами Запада и Востока. Их сейчас интересуют вещи, связанные с их выживанием как людьми, конкретно. То есть ты хочешь сказать, они не видят логической связи, что их выживание сегодня, этот карантин, они не понимают в этом смысле и из моей модели, что это как раз таки связано из-за отсутствия дисбаланса или баланса между духовными и материальными ценностями. То есть они не понимают, то есть люди, в принципе, отсутствие этой идеи, образа будущего, поэтому у них... Я тебе вот как... Карантин именно поэтому происходит, что до сих пор между Западом и Востоком нет моста связи между ментальностями. Нет, сейчас более тяжелый вопрос. Это не вопрос ментальных связей между Востоком и Западом, а более тяжелый вопрос. Это вопрос, который стоит между быть человеку-человеком или не быть. Это будет серьезно. Там же и речь, для того, чтобы человеку-человеку сохраниться и реализовать себя в современных условиях, ему нужно понять, что конкуренция между Западом и Востоком, на самом деле, это по существу конкуренция между первичностями ценностей. Либо ты богатым должен быть, чтобы выжить, либо душа у тебя должна быть хорошая. Все правильно. Ты все правильно говоришь. Это все правильные вещи, и они отвечают на эти вопросы. Вот я тебе как военный человек хочу сказать, что перед человеком всегда стоит большая сумма задач. Очень много задач. И военные люди делят эти задачи и цели своего существования, которые лежат вот непосредственно сейчас, которые можно отодвинуть чуть попозже, и которые лежат далеко впереди. Есть факторы срочности. Вот есть... А срочностью мы занимаемся у нас даже бесплатно или без против... Они четко определяют для себя, что для них сейчас важно, а что важно, но можно подождать и будет важно потом. Вот вопросы срочностей действия, есть факторы, которые лежат на глубинном стратегическом уровне. И они решаются здесь и сейчас тоже. Но есть факторы, которые лежат на оперативном уровне, даже не на тактическом, а на оперативном уровне, которые лежат вот здесь. Перед моим телом и перед моими мозгами. Потому что сейчас человеку, он не думает о том, как живет там Запад. Он не думает о том, как живет Восток. Он думает о том, как живет он сам. Ну понятно. Это логически не связывает, что мы все в одной лодке. И дело не в географии. Запад. Сейчас окномались. О том, что две свободы. Две свободы существуют. Мы же привыкли понимать статуи свободы в Америке. Но никто не понимает, что она отождествляет. Какую именно свободу. Свобода это вообще вещь риторическая. Нет, две, а не одна. Да, да. Их может быть много свободы. Внутренняя и свобода внешняя. Вот западный тип мышления, это когда пошли по пути внешнего, то есть материальных ценностей. Материальные ценности первичные. Все оценивается, прав ты или не прав, потому как сколько это может стоить. Ну, поскольку-то успешен или не успешен. По внутренним ценностям. Восточные ценности – это чувство бесценности живого, это сопереживание, это идеалы, это сотрудничество. И вот постоянно идет конкуренция между духовными и материальными ценностями. Они не в балансе. И сейчас вот даже когда мы определяем, что за человек, хороший он или плохой, поскольку баланса нету, нам трудно понять. Допустим, чья-то жена может сказать мужу, это хороший человек, посмотри, он своими собственными руками построил себе рабочее место, построил себе ресторан, он много зарабатывает, он прав. А ты не прав, потому что у тебя гроша нет в кармане. Видишь, как происходит? Так это и есть отсутствие баланса между духовными и материальными ценностями. Я об этом и говорил, что создать вот этот монстр, чаще общаться, чтобы две культуры между собой общались, и найти какие-то мощнейшие решения. Ты говоришь о человеке, который воспринимает ситуацию с позиции себя самого и с позиции миропонимания. Вот это две позиции человека, который выстраивает себя и смотрит на ситуацию разных подходов к жизни. И он может эти вещи делать, для него это важно. Но для того, чтобы это делать, для того, чтобы это делать, надо быть сытым. Для того, чтобы это делать, надо быть образованным. Надо быть умным и способным мыслить. И если ты этого не умеешь делать, и у тебя нет возможности это делать, ты это никогда не поймешь и никогда не сделаешь. И это очень серьезные вещи. А как же получилось, что ради образа будущего, вот Октябрьская революция произошла, когда Ленин сказал, что вот у вас будет вот так, вот так, вот так. Они же не были сытыми. Они именно пошли за образом будущего, потому что этот образ нужен был всем и каждому. Землю христианам, мир народам. Этот образ обещал накормить. Ну да. Да, да, да. И этот образ обещал светлое будущее. И мало того, этот образ обещал человеку, обещал человеку, его человеческое существование разумное. Да, я же об этом и говорю. Я хочу просто найти то недостающее звено, как говорится. Звено в одном, Хасай, звено в одном. Что тот мир, который занят вопросами продвинутого потребления, мир потребления, который гонится за прибылью, его не интересуют люди, не интересуют люди разумные. Возникла новая сущность человеческая, новая сущность человеческая, которая называется продвинутый потребитель. Этот потребитель, этот человек, не способен думать и задумываться о будущем. Этот человек не способен смотреть вперед и назад. Он существует здесь и сейчас не мыслями, не разумом, а ощущениями. И этот человек стал доминирующим в системе потребностей потребления. Просто что-то значит дело в образовании, правильно? Не только. А в чем еще? Надо понимать, что это вопросы, которые лежат в том числе и на биологическом уровне. У человека убирают, у человека убирают его способности к развитию, самое главное. И развитый человек сейчас для того общества, о котором мы говорим, общества потребления, не нужен. Он не должен развиваться. Он должен потреблять то, что ему суют. Не то, что ему надо, а то, что ему суют. Алеша, вот ты абсолютно прав. Я с этим согласен. Повестка дня такая, потребительство. Я очень с тобой согласен. Так я же как раз хочу найти язык, найти язык, с помощью которого вот эту несогласованность моих, например, образных представлений и с образами представлениями текущего дня любого человека согласовать. Ты можешь мне помочь? Критиковать мы все можем. Ты меня не критикуй. Я понимаю, но найти тот язык, найти тот язык, с помощью которого, когда я говорю, что было бы хорошо, если бы любимые своими странами и городами и деревнями, писатели и поэты, художники и футболисты раз в году встречались. И организовали эту встречу, сама страна, Россия, и люди бы во всем мире видели, что она так хлопочет об этом, чтобы это мудрейшие люди, которых все любят, между собой обсуждали глобальные проблемы человека и человечества. И, например, ядерные отходы куда девать, мусорные заводы как сделать там, как сделать, чтобы экология была нормальной и так далее. Чтобы они там решали, и весь мир смотрел, как Олимпийские игры. И доверилась бы России в этом смысле, если бы государство выделило такие же средства, как на чемпионат международа или на Олимпийские игры. Вот тогда доверие появляется к стране. Это же политический ход. Политический ход в сторону лучшего будущего. Вот найдите мне слова, чтобы я мог донести это до каждого, до страны, до управления, чтобы самый высочайший чиновник подумал, боже мой, а это же нам выгодно. Это как раз... Нам это не выгодно. Почему не выгодно? Потому что он существует в рамках общества, которое выстраивает систему потребления. Чиновник работает на ту экономическую модель, на ту политическую структуру, которая выстроена именно в этих рамках. Ну, пускай Путин будет там или кто-то там. Сейчас отойдем от имен и фамилий. Ну да, я это говорю как символы. Да, понимаешь, я тебе объясню почему от имен и фамилий. Потому что то, что происходит сейчас на земле, не у нас в стране, а вообще на земле. Это глубочайший цивилизационный кризис, к которому пришли все общества, которые есть на земле. Так потому и пришли, что нет между ментальностями культуры, между первичностью ментальности материальных ценностей и духовных ценностей. Понимаешь, нет баланса между материальными ценностями, как самоцелью, и духовными ценностями, как самоцелью. Всегда какие-то из этих ценностей кого-то обслуживают. В системе человеческого сознания есть приоритеты в системе этого обслуживания. Если у тебя есть приоритет материальных ценностей, а духовные обслуживают твои материальные ценности, тогда ты будешь жить в ситуации миропотребления, тогда ты будешь служить мамоне, тогда ты будешь двигаться за этим вариантом. А если у тебя духовные ценности будут являться главными, а потенциальные ценности лишь обслуживать их, тогда... Извините, ты абсолютно прав. Я думаю, что если бы это как раз на этой платформе международной звучало, да, которую смотрела бы вся планета, да, то, что ты сейчас говоришь, вот наш разговор. В первую очередь я бы определил, что такое духовные ценности и что такое материальные ценности. Потому что все говорят о духовном развитии, а вот так конкретно спросить, что такое духовное развитие, мало кто понимает всерьез. Ну, кому-то представляется это некая мистика, кому-то представляется церковь, кому-то представляется некое там астральное витание в каких-то там космических непонятных высотах внутри себя. Ну, то есть духовное развитие что такое? Вот надо же бы определить это, это и есть внутренняя свобода. Духовное развитие это чувство, да, это внутреннее состояние человека, это состояние, когда у тебя нет страха, когда у тебя нет комплексов, когда у тебя нет стереотипов, когда тебе, самое главное, у тебя в этот момент доминируют созидательные качества. Это же есть духовное развитие. У нас понятие духовного развития превратили в свое вере. Духовное развитие это значит... Уже все гораздо страшнее, на самом деле. Потому что сейчас духовные ценности и вообще развитие человека ни к чему. Вот поэтому нам говорят, зачем нам развивать наших людей. Они не должны знать, их не надо учить. Они не должны знать, они не должны развиваться, потому что ими тогда трудно управлять. Ты послушай, что говорят в Давосском форуме наши банкиры на эту тему. Это серьезные, уважаемые в кавычках, для меня уважаемые в кавычках люди. Но они очень серьезные люди. Они говорят, что мы не должны допускать до того, что человек должен определяться в системе развития. Он не должен определяться в системе развития. Слушай, Алеша, я тебе сейчас скажу, я тоже его слушал. Я не знаю, это он имел в виду, или он просто приводил пример, что испокон века пытаются не допускать человека к мышлению. Может быть, он просто это говорит... Я не знаю, я не знаю. Я просто видел это видео. Видел это видео. И он считает деньги. Главное для него это получить деньги. А человеческое для него не важно. Понимаешь, извлечение прибыли стало самоцелью. А развитие капиталистического общества дошло до такой... Оно потому становится самоцелью, что люди не понимают, что духовное развитие что такое. Правильно. Они не понимают, потому что их лишили этого духовного развития. У них нет этого. Не только поэтому. Не только поэтому. Они не понимают ответа на вопрос, что есть духовное развитие. Я смотрю в интернете, они рисуют там соединение с космосом, они рисуют там всякие, как это называется, всякие вот эти вот программы, йоговские, такие вот картины. Ну это же просто неграмотность. Будто сидящие в позе лотоса, они думают, что это духовное развитие. Нет, это не духовное развитие. Конечно же нет, но надо же сказать, что такое духовное развитие. Я поэтому говорю об этом телемасте, где определялись бы свободы, что такое духовное развитие, что такое материальное развитие, чтобы показать, что свободы две и только в их гармонии может быть действительно окно в будущее. Я как раз и говорил, чтобы создать этот механизм, определение основных понятий. Потому что мы даже не знаем марксизма. На самом деле, оказывается, мне профессора, которая была на кафедре философии, открыла глаза. Она говорит, Маркс говорил о том, что каждый человек должен иметь личное время, личное время, чтобы мог думать. По существу она мне открыла глаза, что, оказывается, марксизм на этом и построен, чтобы в конце концов перейти от подневольного труда, тяжелого труда, к свободному времени, для того, чтобы человек мог мыслить. И у меня... А вот это творчество человека, да, да, да. Конечно, конечно. А у нас же не понимают, что такое марксизм. Я сам не понимал, потому что вот такая книга толстая. Нет, ну там все понятно, на самом деле. Я не знаю, я не смог ее прочесть, я не смог вот такая толстая. Я не почитал, там столько читал. Я уверен, что многие не читали, кто про марксизм пишет и критикует. Многие вообще ее в лутах не читали. Да, ну вот ты представляешь, какие вещи. Оказывается, Маркс боролся за это. Да. Маркс боролся за это, а не за материальные ценности. Он как раз таки говорил, по мере того, как происходят вот это социоэкономические изменения, человек приходит к тому, что заполучает возможность личного времени, потому что человек без личного времени не может быть, я так понимаю, он не может быть homo sapiens, потому что человек разумным. Как он может быть, если его голова все время занята реагированием? Надо сказать, что это личное время не просто время, которое освобождает его от какой-то деятельности, от какого-то труда. Поскольку человек по природе творец, по природе, гонетически, эволюционно. Поэтому, когда у него появляется личное время, он не становится анархистом и лентяем. Он становится творческим мыслящим существом созидательным. Надо просто, чтобы эта созидательность в нем была востребована. Потому что... Этого надо, чтобы он... ...социум востребует. Да. Если она сейчас начинает востребовать негодяев, будут плодиться негодяи, как грибы после дождя. Да. Но когда тебе выстроился... ...нужно под окнами огортона, который ты мне тогда подсказал, подставить такую систему развития, что следующее поколение будет просто из сволочей состоять. Да, 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 да. Конечно, это же легко делается. Но вопрос о мотивации развития человека или его деградации, понимаешь? Ведь развитие может идти, что называется, в одну и в другую сторону. Только с одной стороны это развитие, с другой стороны деградация. Нам сейчас предлагают, нам сейчас предлагают, сильный мир, большого мира, уйти в ситуацию деградации и стать послушными такими пешечками, которые будут решать вопросы этого самого потребления. Вот и все. А другой вариант, другой вариант, не предлагают. И если у тебя должно быть творческое мнение, время для развития, для развития, то там говорится о другом, не надо творческого времени для развития. Пусть у тебя будет много времени для потребления и ощущения. Я понял. Алексей, скажи мне, пожалуйста, вот эта школа, которая у меня есть, где я постоянно провожу занятия и вебинары. Это школа, мне она очень нравится. Школа человек будущего. Да, да, да. Тебе нравится она? Мне она очень нравится. Она мне душу греет на самом деле. По одной простой причине, что вы там говорите о вещах, которые связаны именно с развитием человека, а не ухода его в животное состояние, понимаешь, связанное с деньгой, с золотом там и с какими-то вещами. Вы пытаетесь найти и определить эти пути движения человека в сторону развития. Это правильные вещи и очень хорошие. В твоей школе много идеалистичного. Очень много идеалистичного. Исходя из той повестки дня, которая существует сегодня. Но это же и замечательно. С другой стороны, этот идеализм позволяет человеку уйти в него и позволяет найти себе, ну, что называется, душевное открытие сделать. И без него никак нельзя. Мы стали настолько прагматичными и забыли фактор и суть духовности, и суть духовной идеи. Мы забыли про себя, что мы сами являемся носителями этой духовной идеи. Мы превращаемся в организмы, которые жрут. И сжирают себя самих таким же образом. У тебя в школе люди учатся нести эту идею. Учатся эту идею ощущать внутри себя. Идеализм в этом смысле очень полезен. Потому что они ощущают себя... Существует наша школа – это быть человеком, правильно? Да, прежде всего. Прежде всего. И человеком, который двигается опять, смотря вперед. Который опирается на традиции, на старые. Который есть за плечами, за спиной, и за тем, что есть. У тебя за спиной полка с фотографиями, книгами, которые тоже несут в себе то прошлое, на которое ты опираешься. И тот духовный заряд, который тебе есть. И ты понимаешь, ты человек традиционный. Ты и по национальному своему признаку, и по характеру традиционный человек. И ты это из себя никуда не денешь. Несмотря на то, что ты ученый и пытаешься выстроить ситуацию на таком достаточно аполитичном уровне. Но ты все равно традиционно подходишь к этим вещам. И это радует. Потому что ты стоишь на земле полностью. Обеими ногами. Ты опираешься на эту землю. Как мне приятно от тебя это услышать. Потому что в первой части нашей беседы я видел твой трезвый взгляд. Такой трезвый, такой трезвый. И при этом вдруг в трезвом взгляде ты дал оценку перспективам нашей школы. Так меня это обрадовало. Ты не представляешь. В этом пользу. Огромное. Я просто хочу тебя попросить. Давай мы через недельку еще раз поговорим. Я подготовлюсь еще раз к этому разговору. По-серьезному. И найду такие аргументы которые сблизят немножко к пониманию даже простого любого человека к тому, о чем я говорю. Я тебе очень благодарен. Ты сделал для меня сегодня то что я даже не ожидал. Спасибо тебе большое. Ты своим трезвым взглядом который ты продемонстрировал в первой части беседы дал положительную оценку нашей школе. Да, огромное спасибо. Она должна жить и надо вкладываться в нее всей душой. Спасибо тебе, Алексей. Еще хочу тебе сказать спасибо, Хасай за то, что ты этой школой помогаешь людям, которые заперты помогаешь открывать окошко не в Европу а в реальный мир жизни. Это очень важно. Вот это окошко в реальный мир жизни вот при закрытых дверях при невозможности выйти она дает людям понимание того что они не заперты в пространстве а существуют в мире в котором каждый из них несет в себе такую большую ценность человеческую. Вот каждый человечек который живет в этой квартире в своем замкнутом мире ты ему открываешь это окошко в мире где этот каждый человечек ценится как фактор жизни без которого нельзя жить дальше. Это очень серьезно. И людям это надо потому что они должны понимать насколько они значимы каждый из них значим. Конечно, конечно. Спасибо тебе, Алексей. Обнимаю. Всем привет и еще раз победы с Днем Победы которая сейчас пришла. Да, и мы победили. Я уверен, я уверен. Спасибо тебе огромное, Алексей. До встречи. До встречи. Пока.